Всем доброго дня! Сегодня мы поговорим с вами о практике, которая называется День молчания или День тишины. Поделюсь с вами в первую очередь своим опытом, потому что я эту практику проходила некоторое время назад и практикую, повторяю уже не первый раз. В чем она заключается? Вы выделяете для себя заранее день, в котором вы будете полностью посвящены себе. Важно отключить сотовую связь, телефоны, компьютеры, домофоны, для того, чтобы никто вас не мог потревожить. В это время вы можете находиться дома, вы можете куда-то поехать, поехать в лес, это просто в идеале, или куда-то на природу, где вы можете ни с кем не общаться, а быть просто самой с собой. И в это время вы молчите, вы просто молчите, вы не поете песни, если вы поете, то поете про себя. Как это было у меня? Мое утро началось, и я договорилась со своими близкими, родными, друзьями, что в этот день я буду не на связи, чтобы никто не беспокоился. Это, кстати, тоже очень важно сделать, чтобы потом не получить в ответ негатива, когда на следующий день все ваши друзья, знакомые, близкие, клиенты, коллеги начнут просто судорожно вас набирать и говорить, куда ты пропала на целые сутки, тебя нет на связи. Поэтому важно создать так, чтобы внутри у вас было спокойствие относительно того, что все в курсе, что вы в этот день отдыхаете. И целый день я посвятила себе. Я этот день не планировала, что я буду делать. Я взяла с собой мандалы, взяла для рисования, взяла книжку, взяла что-то еще. То есть я думала, что чем бы мне себя занять, вот что-то поделать такое. Я взяла телефон, но я отключила, поставила режим самолета, и в это время я немного посвятила времени на очистку телефона. Я удаляла старые контакты, я удаляла старые ненужные фотографии, видео, у меня была такая, знаете, зачистка конкретная. Я принимала ванну спокойно, при свечах, я гуляла к морю, собирала камни, кидала их, разговаривала с морем про себя, не вымолвив ни одного слова. И приходили очень интересные фразы, мысли. Я написала в этот день стих, он такой душевный, немного для кого-то непонятный, но он передавал все мои чувства и эмоции на тот момент. И что это дает? Мы со словами очень много отдаем энергии. И когда у вас, вы чувствуете, что вы устали, есть некий стресс, когда у вас есть какая-то большая цель, и вам нужна дополнительно свободная ваша энергия, силы, мысли, идеи, или нужно время для того, чтобы просто внутри задать себе вопрос, а чего же я хочу, куда же я иду, а туда ли я иду, то тогда этот день тишины и молчания точно для вас. Тем самым вы накапливаете ресурсы внутренние для того, чтобы двигаться дальше. К вечеру, к восьми вечера, я поняла, что у меня настолько переполняют силы, что я готова уже куда-то бежать, с кем-то встречаться, что-то говорить. И когда я легла спать, я поняла, насколько я наполненная, я так не ощущала себя никогда. И на следующий день у меня начали рождаться какие-то идеи, что я хочу сделать, с кем я хочу встретиться. Я вспоминала каких-то людей, о которых я забыла. То есть мозг, он начинает просто очищаться, потому что каждый день мы получаем очень много информации из телевизора, из компьютера, из телефонов, ватсапы, картинки, сообщения и так далее. То есть очень много информационного потока. И при этом мы не можем внутри себя отвечать на свои личные важные вопросы. Поэтому вот в этот день тишины мы получаем ответы на все свои вопросы. И я с удовольствием рекомендую вам проделать эту практику, запланировать ее. И буду рада, если вы поделитесь со мной своими ощущениями, чувствами, что вы сделали в этот день, как он у вас прошел, и как вы себя чувствовали после этого. Благодарю вас, что посмотрели это видео. Живите душой и будьте счастливы! Я вас люблю! Я вас люблю!